Я Роман Пантюхин из будущего. И что там с Азоном? Купить что-нибудь хорошее. Да по дешевушке. Сим-карт не желаешь? У МТС гигантская абонентская база. И алюминиевый бизнес. И все электростанции. Привет. Сегодня я расскажу тебе об убыточной компании, которая может тебя обогатить. Далее. Использую Дмитрия Нагиева в своих целях. А в конце тебя ожидает самое... Сладенькое. Я расскажу тебе, как при помощи всего одного клика купить сразу две компании по дешевке. Это Маркет Пауэр. Погнали! Слушай! А круто мы с тобой в 2022 с Азоном провернули, да? Ты еще кто такой? Ты чего, Ромка? Это ж я. То есть ты. Короче. Я Роман Пантюхин из будущего. Так. И что там с Азоном? Весь мир нагнул? Ха. Доживешь до будущего. Сам все узнаешь. Все, все, пока, Марти. Пока. Догися, Ромка. Некогда мне. Там тебе скоро моя посылка из Азона прилетит. Все, пока, пока. Стой, стой. А как же... Ааа. Капец. Ну и в чем смысл тогда был звонить? Совсем там свихнулся, что ли? Ну давай же тогда про звон поговорим, раз уж такое дело. Итак, это второй по обороту российский интернет-магазин, у которого в ассортименте 9 миллионов товаров. Там реально можно купить почти все. И что-нибудь посолиднее. И что-нибудь поскромнее. Или хочешь стать купидоном для бедных? Пожалуйста. А можешь крутую электронику зацепить? Как пожелаешь. Сегодня Азон настоящий гигант с клиентской базой в 25 миллионов активных покупателей и выстроенной инфраструктурой. На его маркетплейсе работают 90 тысяч продавцов, многие из которых пользуются озоновской службой доставки, принося компании половину выручки за счет комиссий. Заказы собирают в 8 сортировочных центрах и далее развозят по точкам выдачи. А их 6,5 тысяч. Только вдумайся, 40% населения России, а это 55 миллионов человек, живет в зоне однодневной доставки Азон. И это я тебе все говорю о компании, которая в 98 году начинала свою работу как обычный книжный интернет-магазин. Но при всем при этом Азон остается убыточным. В 2021 году компания доставила 220 миллионов заказов на общую сумму 445 миллиардов рублей. То есть средний чек заказа составлял 2000 рублей. При этом компания с каждого заказа получала убыток в 175 рублей, так как много тратила на развитие инфраструктуры, IT и маркетинг. Рынок e-commerce в принципе, как это правильно сказать, немного с прибабахом. Тут крупные игроки готовы работать сего в убыток, лишь бы расти и захватывать новых клиентов все больше, больше и больше, как щупальца. Такие компании смогут получить серьезные конкурентные преимущества при резком росте бизнеса. Ведь в этом случае фиксированные расходы на поддержку сайта и реклама будут делиться на гигантский оборот. А это уже позволит увеличить прибыльность. Окей, давай на примере. Вот есть какой-нибудь e-commerce игрок. Его выручка 100 рублей. Себестоимость продаваемых товаров 80 рублей. Ну, 80% от выручки. Поддержка сайта и реклама 50 рублей. Итого наш магазинчик работает с убытком в 30 рублей. А теперь представь, что наш магазинчик стал лидером рынка, и теперь его выручка уже не 100 рублей, а 500 рублей. Себестоимость товаров осталась на уровне 80% от выручки. А значит, составляет теперь 400 рублей. И самая соль в том, что поддержка сайта и реклама остались по-прежнему на уровне 50 рублей. Итого наш лидер заработал уже 50 рублей. Вот в чем суть. Тем не менее, прогнозировать точный путь развития электронного ритейла в России сложно. Но можно быть почти уверенным, что в ближайшее время на наш рынок не сунутся ни Амазон, ни Эбэй. Более того, еще до всех этих событий между ритейлерами начала ужесточаться внутренняя конкуренция. С одной стороны, Wildberries уже несколько лет показывает Азону спину. А с другой на пятки наступают Яндекс, Сбербанк и Алиэкспресс. Так что, возможно, сейчас настал тот момент, когда Азон наконец использует то, что он наинвестировал в бизнес за годы убытков. Например, перестанет расти в оборотах, поднимет цены и уже получит в кои-то веки прибыль. А еще не забывай, что в категориях товаров, которые ушли с российского рынка, рано или поздно появится импортозамещение. И тут Азон идеально вписывается, предоставляя бизнесу отличную площадку для реализации. Потому что новым игрокам в таких условиях на этот рынок выйти практически невозможно. Строительство складов, логистических центров, содержание паркомашин – все это капец как дорого. Так что вполне вероятно, что акции нашего убыточного товарища смогут тебя обогатить. Не забудь про банки.рус.ру Точняк! Слушай, там в описании есть ссылка на моих хороших друзей. Это агрегатор, который поможет тебе разобраться с любым финансовым продуктом и не затупить. Там же, на банки.рус.ру, ты теперь можешь и выпуски Market Power смотреть. В общем, рекомендую. Э! Сим-карту не желаешь? Сим-карту возьми! Купи, говорю! Чё? Ну и чё, что у тебя есть? Вообще-то, по статистике, в России на каждого жителя приходится аж две сим-карты. У нас, между прочим, очень зрелый рынок связи, который совершенно не уступает европейскому. Не, ну правда. Так и есть. А ещё, рынок сотовой связи в России консолидирован. И на нём не бывает долгоживущих конкурентных преимуществ. Потому что они легко копируются. При этом, новым игрокам тут делать нечего. Потому что построить сеть с нуля – это огромные деньги. Поэтому у нас четыре оператора, которые по доле рынка примерно сопоставимы. Знакомьтесь, теле-2, билайн, мегафон и пусть с небольшим отрывом, но всё-таки лидер – МТС. У МТС – гигантская абонентская база на 78 миллионов человек. И собственная экосистема, которая всё время совершенствуется. Всем своим клиентам компания может продавать допуслуги. Через звонки, смс, сайт, личный кабинет, через приложение. Тебя достанут везде, сынок. Пользуешься сотовой связью? Сейчас продадим тебе ещё и телевидение. И ещё посоветуем, в каком из салонов купить телефон и чехол на него. И не забудь подписаться на онлайн-кинотеатр МТС. Кион. Чё, своей моськой петляешь? У нас ещё банк есть. Сегодня ты там кредитную карточку оформляешь, чтобы расплачиваться за мобильную связь и получать бонусы. 8 миллионов абонентов МТС пользуются минимум двумя услугами компании. Ну вот, допустим, сим-карты у тебя МТС, их онлайн-кинотеатром Кион ты тоже пользуешься. Это значит, что простор для перекрёстных продаж ещё грандиозный. Ведь 70 миллионов абонентов ещё не окучены. Но не стоит думать, что МТС будет расти только за счёт экосистемы. У компании есть ещё свой центр обработки данных, который уже продаёт облачные услуги сторонним клиентам. А как мы помним, крупные облачные игроки свернули деятельность на российском рынке. Сегмент это быстро растущий, темп роста выручки более 20% в год. Соответственно, этот бизнес в будущем может создать для акций МТС нехилый потенциал роста. Однако сейчас в масштабе компании это крохи. Проблема у бизнеса лишь одна. По основному профилю предоставления сотовых услуг расти особо некуда. Тут либо пытаться продать дополнительные сервисы, либо действительно придумывать что-то новенькое. Но, как ты уже понял, МТС старается и там, и там. Но, увы, заработать мгновенно какую-то существенную экстра прибыль нереально. Подытожим. Перед нами очень устойчивый бизнес, практически нечувствительный к экономическому циклу. Сколько бы нефть там ни стоило, на выручки сотовых операторов это не сказывается. А дивидендная политика подразумевает выплату не менее 28 рублей на акцию дивидендами. При текущей цене может быть довольно вкусно. Так что взять МТС ради дивидендов и спать спокойно может быть неплохой идеей. В каждом выпуске я рассказываю о нескольких компаниях. И точно знаю, что у тебя глаза разбегаются. Что же купить? Что же купить? А что если я скажу тебе, что всего лишь одним нажатием кнопки в брокерском приложении можно купить акции сразу двух компаний? Да еще дешевле, чем по отдельности. О, как глазки заблестели. Утюку. Ладно, не буду томить. Я говорю про компанию АФК-система, которая производит, да ни хрена она не производит. Это по сути инвестиционный фонд, который находит перспективные компании разной степени зрелости, инвестирует в них, развивает, а затем выводит на биржу. Именно АФК-система является материнской компанией для МТС и Озона. Помнишь, я про детский мир и Сегежу рассказывал? Это тоже выпускники АФК-системы. Она их вырастила, выкормила и на биржу вывела. Ты, наверное, хочешь спросить, а разве можно зарабатывать, просто вкладываясь в другие компании? Фу! Конечно можно! Доход АФК-системы – это дивиденды, которые им заплатили дочки. Плюс то, что они получают от продажи долей в этих же самых дочках. При этом не обязательно выводить компанию на биржу. Можно просто продать ее, если найдется покупатель, который предложит хорошую цену. Вот совсем недавно АФК-система продала выращенный ею детский мир. Кстати, очень выгодно. Главный сегмент доходов АФК-системы – это дивиденды МТС. Именно поэтому стабильность выплат дивидендов МТСам вопросов не вызывает. Ведь маме нужны деньги. Сейчас на бирже торгуются принадлежащие системе четыре публичных компаний. МТС, Озон, Сегежа и застройщик «Эталон», который работает на рынке элитной недвижимости. Плюс есть еще куча непубличных дочек. Система вкладывается во многие секторы экономики и практически везде преуспевает. Если ты закинешь в свой портфель акцию системы, получается, что ты приобретаешь доли в ее публичных активах. Но со скидкой в 30%. А еще тебя ожидают два приятных бонуса. Первое – все непубличные активы. Второе – экспертиза самой системы, которая отлично разбирается в инвестициях и умеет развивать компании. У тебя может возникнуть вопрос. Если все так сладко, то откуда эта скидка в 30%? Почему так происходит? Посмотри выпуск про разделение General Electric. Я там все доступно изложил. И после этого сам решай, что тебе делать с этой системой. Конгломераты в современном мире не работают. Так я говорил в ноябре 2021 года, когда шоу Market Power только начиналось. И от своих слов я не отказываюсь. Огромные махины из нескольких независимых компаний, которые работают в разных отраслях, управлять трудно. Раздутый штат, непрозрачность, неразбериха в бумагах и повышенные расходы. Но, но, есть исключения. Первое. Компании, которые владеют бизнесами с целью инвестиций, а не управления. Второе. Вертикально интегрированные холдинги, где бизнесы служат одной производственной цепочке, взаимно дополняя и поддерживая друг друга. Представляю твоему вниманию один из таких холдингов под названием... Н плюс групп. На самом деле, ты с ним уже косвенно знаком. Потому что Н плюс – это материнская компания русала. И так как основную часть доходов Н плюс формирует алюминиевый сегмент, ее прибыль напрямую зависит от состояния этого рынка. Так что снова углубимся в русал. Напомню, у этой компании самый зеленый алюминий в мире, потому что он получает электроэнергию от ГЭС, которыми владеет еще одна точка Н плюс – компания Евросип Энерго. Это пятый в России производитель электроэнергии. У нее пять гидроэлектростанций, причем Красноярская и Братская ГЭС, по мощности номер два и номер три в России. Еще у нее 11 теплоэлектростанций. И собственный уголь, который на них сжигается. А также солнечная электростанция. Правда, доля вырабатываемой энергии там вообще крошечная. Но в конце концов, не молчать же теперь об этом факте. Короче, вместе все предприятия Евросип Энерго вырабатывают 8% электроэнергии России. Кроме того, компания занимается передачей и распределением электроэнергии, а также ее розничной продажи. Иными словами, интересная компания с хорошими активами. Но вот только ее акции не торгуются. Поэтому вернемся к Н плюс. Потому что приобретая ее акции, ты по сути за бесценок получаешь и алюминиевый бизнес, и все электростанции. Все просто. Как я уже говорил, у Н плюс 57% русала. А у русала, в свою очередь, 26% норникеля. То есть Н плюс косвенно владеет 15% норникеля. А прикол в том, что вот эта вот 15% доля норникеля в Н плюс стоит столько же, сколько и весь Н плюс. То есть получается, что алюминиевый бизнес и куча генерирующих активов достаются инвестору совершенно бесплатно. Да, у компании есть долг, но его объем совершенно не критичен. Вот такая услада специально для тебя. А знаешь, люблю я наш вот этот норникель. Люблю русальчик алюминиевый. И энергию нашу чистенькую тоже люблю. А еще больше люблю купить что-нибудь хорошее. Да по дешевушке. В общем, надеюсь, ты разделяешь мои интересы и примешь верное решение. Это был Market Power, твой проводник в мире инвестиций. Подписывайся, ставь лайк и оставляй комментарии. Пока!